Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Любишь украшать стикерами свои блокнотики, термосы или же велосипеды, то у меня для тебя хорошая новость. Я открыла свой маленький магазинчик стикеров и в будущее закладочек, значочков, но пока что начинаем со стикеров. Если ты любишь старстебл онлайн, лошадок или прочую, связанную с конями, мистику, то советую тебе перейти по ссылке в описании. Там ты сможешь заказать любой понравившийся пак или же стикер. Также там есть теперь легенды ССО Крабик, который сломал игру. Так что, если интересно, ссылочка в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия. И сегодня у нас очередное видео по обновлению в Старстебл Онлайн. Посмотрим, какие новые масти уже известных лошадей приехали на Юрвик. Какая доска дел появилась в вашей конюшне. Как же теперь лошадки встречают своих хозяев. А также еще куча всего нового и интересного. То, что вышло на этой неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Прежде всего хочу начать с новостей, которые будут интересны абсолютно всем игрокам. Даже тем, у кого нету Старрайдера. Во-первых, разработчики сообщили, что они слегка изменили интерфейс. И он стал намного удобнее. Но по поводу этого, если честно, я не знаю. Я уже несколько месяцев постоянно воюю с камерой. Потому что если раньше у меня с этим было все хорошо, то сейчас камера вечно как-то не так, как мне надо. Если я смотрю прямо на персонажа, мне кажется он далеко. Но при этом, когда я двигаюсь вот так, хвост вплотную к низу экрана. Но я думаю, это лично только моя проблема. Мне с ней и воевать. Что же по поводу Морланда. Нам добавили много зелени. Убрали маленькую перегородку. И доску с заданиями от Майи переместили на противоположную сторону к коневозке. С ней ничего не изменилось, кроме ее расположения. Вы могли помнить, что во времена фестиваля нам добавили парикмахера для лошадей. Который здесь теперь позволяет сменить вашим обычным лошадям прическу. За ту же самую абсолютно сумму, за те же самые стандартные прически каждой определенной породы. На сегодня разработчики добавили парикмахера и визажиста конкретно для вашего персонажа. Расположение меня смущает. Могли бы все-таки внедрить эту функцию куда-то в здание. Хотя бы во внутреннюю территорию конюшни Морланда. Но нет, они решили это поставить четенько здесь, на углу, вот так вот в открытую. Так что если вы тут собираетесь пользоваться макияжем, аэрозолями и спреем лаком для волос. Разработчики видимо считают, что роллплейная лошадям это не навредит. Ну и ладно. Значит у нас здесь есть визажист и было добавлено аж 6 видов макияжа. 4 из которых это веснушки. Такие вот интересные. Я если честно не до конца правда понимаю в чем разница. По-моему в оттенке губ. А вот здесь у нас уже добавляется в третьем и четвертом варианте макияж. Если в первом вообще ничего нет, то в третьем и четвертом добавляются легкие нюдовые тени. И вот такие вот как я их называю теперь грустные реснички. Нет, ну правда, посмотрите. С ними глаза как будто бы всегда полугрустные. С одной стороны. Но с другой стороны этот макияж делает очень хороший эффект нависшего века. При этом последние два макияжа они уже без веснушек, с очень красивыми оттенками теней и губ. И вот этот вариант мне очень сильно нравится. Я конечно его покупать не стала. Уже более мне вот это вот новейшее веко и в жизни хватает с вот этими изогнутыми стрелками. Но сам макияж мне понравился. Что же касается причесок. Нам добавили очень много цветовых вариаций уже известных причесок. Таким образом любители белоснежных и седых волос, мне кажется, будут на седьмом небе от счастья. Потому что наконец-то они смогут сделать себе персонажи с белоснежными или с седыми волосами. Я лично очень счастлива, потому что у меня есть персонаж Селина. У которой как раз таки была старая версия вот этой корешечки. Прям белоснежной. Но когда ее обновили, выяснилось, что почему-то у этой прически голубые концы. И меня это очень сильно расстроило. Но зато сейчас этой проблемы нет. Я могу спокойно ей купить вот либо темно-седую прическу, либо, кстати, да вот еще и локоны. Либо я могу купить ей светлую такую седую прям серебристые волосы, тоже локоны. Смотрите, как это красиво. Даже самой себе купить на основной аккаунт хочется. Но у меня другая борьба. Тут добавили каштановые волосы. Прям шатенки-шатенки. Такой темный шоколад. Я иногда крашу волосы в такой цвет, потому что летом они у меня выгорают. И вместо темных волос становятся какими-то... Ну, допустим, вот такими. То есть вроде бы не рыжие и вроде бы не коричневые. Но при этом на солнце отдает рыженое. А осенью я люблю красить волосы иногда раз в несколько лет вот в такой вот темный цвет. И, боже, как же он мне нравится. Знаете, мне сказали как бы 50 на 50. Вроде бы как оставь бордовые волосы персонажу или же купи вот эти. Но я их все равно куплю для коллекции, ибо они мне очень нравятся. И давайте покрасуемся с этой прической именно во время обновы. Также добавили русые волосы. И вау, это выглядит тоже очень красиво. Так что вариаций становится намного больше. Это классно. Мне нравится, как оттенки смотрятся на модельках разных. Ой, вот это, кстати, вообще на мою маму похоже. Макияж бы поменять и прям один в один. Прям мама, мама моя. Даже дреда добавили вот этих вот новых оттенков. Так что очень классно. Больше кастомизации нашего персонажа. То были пучки на конный фестиваль. Теперь еще веснушки. Новые оттенки. Правда, вот здесь почему-то пряди около лба наверху растет именно из нашего лба. Ну, я надеюсь, в будущем починят. Вот такие вот тоже дреды есть. Так что да, вот эти вот причесочки, данная кастомизация у нас доступна здесь. И смотрите, что сейчас очень интересно. Вот эти первые пять причесок, они стоят по 100 шиллингов или по одному СК. А почему так? Это некое... А только они столько стоят? Это что? Это такая бесплатная версия за то, что этих причесок в таких вариациях не было раньше? Почему они такие дешевые? Вот это сейчас очень грустненько, потому что ни одна из них меня не интересует из дешевых. Ну, ладно, нет, вот эту куплю, она мне очень нравится. Для коллекции. А все остальные как-то не, не мое. В общем, интересно, ребята, у которых проблемы с СК или с шиллингами. Вот, пожалуйста, пять причесок. Абсолютно для каждого. На этом часть с парикмахером закончена. Переходим к некой другой обнове, которую многие могли не заметить. Могли заметить или же подумать, что у них началась какая-то проблема с головой. Но, однако, нет, ребята, все хорошо. Просто теперь наши магики могут постоянно находиться в своем городском облике. О, да, ликуйте тело, у которых личная неприязнь к их магическому виду. Такими темпами, глядивши прически, мы сможем им скоро менять. В общем, рассказываю, как это работает. Теперь, когда вы выходите из игры, в каком облике вы оставили своего магика, в таком он и останется. И это не имеет значения, находится он либо непосредственно под вами, или же находится в вашей конюшне в Денике. Вот специально ради эксперимента. Один магик, Антея, я сижу на ней, я вышла из игры в городском виде, зашла в игру. Она так и осталась в городском виде. Я взяла второго Хофлингера магика, у нас это Гемера. Поставила в Деник, сделала городского вида. И опять же, та же самая ситуация. Она не сбросилась. То есть, теперь, если вы... Я, правда, кстати, не знаю только про пастбище, я не испытывала его, но я уверена, что там примерно то же самое. То есть, если вы вдруг никогда не любили магиков, и сделаете всех своих магиков городским обликом, они их не сбросят, вплоть, наверное, чуть ли не до вашего личного изменения. Это очень классно, это очень круто, но я безумно бы хотела все-таки изменения причесок. Ну вот прям очень сильно, потому что иногда, ну, масти прям такие классные, что так и хочется, либо чтобы у них была распущенная грива, либо же собранная. На этом обновление конюшни не заканчивается. Кстати, да, мы из Морландо резко оказались теперь в конюшне. Теперь, когда вы подходите к любой из ваших лошадок, она делает некую эмоцию и фырканье. Давайте же послушаем немножечко. Как вы видели, Бельгийц немножечко дернулся и немножечко подфыркнул. Это очень странно. Она работает, но она работает. Вы могли услышать цокни. Иногда они будут пританцовывать как-то по-своему, какое-то движение. Хотя на сайте разработчики написали, что лошади будут именно пританцовывать. Но я еще ни разу не видела, чтобы в момент, когда я подхожу к донику одной из своих лошадей, она бы начала грацевать и исполнять действительно анимацию танца. Хотя я надеялась именно на нее. Поэтому, когда вы заходите в конюшню и начинаете по ней бегать, вы будете постоянно слышать цоканье, топыт, фырканье, гудение своих лошадок. Также нам добавили еще одну доску с заданиями. Рабочими ежедневными заданиями. Сегодня, к примеру, у нас была задача убрать три паутинки, почистить три стойла и расчесать, по-моему, трех лошадок абсолютно любых. Очень интересная задачка. Паутинка появляется рандомно по всей вашей конюшне именно в коридорной зоне. Что касается уборки доников, я держала камеру вот так, поэтому не поняла, у кого надо убираться и как надо убираться. Однако все оказалось очень просто. Здесь в коридорчике висит лопата. Она станет активной. Вы сможете нажать и а-ля подобрать ее. Дальше над дониками, вот в этой примерно зоне, будет появляться синий восклицательный знак с блесточками. Именно в этих дониках будет лежать кучка навоза, которую нужно будет убрать. Ну а задание с чисткой позволяет вам выполнить его с помощью абсолютно любых ваших лошадок. Вот это очень интересно. Мне, кстати, очень понравился данный процесс, потому что теперь мы действительно убираемся на конюшне, слышим фырканье, цоканье и действительно какие-либо действия со стороны лошадей, кроме молчаливых эмоций, которые они постоянно делают, скажем так, не вызывая у нас никакую реакцию. То есть стоят себе и стоят, двигаются себе и двигаются. Это очень интересное дополнение для конюшни. Возможно, в скором времени будет что-то еще. Также я помню, что у кого-то были баги с душем, что он у них пропал целиком и полностью. Ничего не знаю, у меня душ остался и все еще работает так, как надо. Это очень хорошо. Может быть, кстати, в будущем нам все-таки добавят реальные задания с тем, чтобы помыть лошадей, почистить как бы лошадей, у нас уже задание есть. Может быть, что-то еще. Ждем с нетерпением, что когда-нибудь разработчики выпустят кастомизацию внутренней части конюшни, и тогда мы заживем долго и счастливо, а желательно еще бы и расширение вон в ту сторону и еще дальше бы туда. И вообще сделать йогу, знаете, квадратной, чтобы можно было по кругу все обижать, там, чуть ли не до ста голов. Вот это было бы просто замечательно. На этом мы заканчиваем осмотр территории обновлений с конюшнями. Пока мы едем смотреть первую новодобавленную масть французского селя в хозяйстве Серебряной Поляны, расскажу вам немножко еще о других дополнительных новостях. Лошадки, которые были на конном фестивале, перемещены некоторые к своим породам, такие как лузитан и андалуз. Теперь они продаются вместе со своими собратьями. По-моему, как раз таки все они и стоят в хозяйстве, тоже Серебряной Поляны. И там вы сможете приобрести те самые редкие масти с фестиваля, только уже за свою обычную стоимость, не по скидке. Разработчики обновили и улучшили задание знакомства с клубом Bobcat. Вот теперь мне очень интересно, что там, потому что все мои аккаунты уже прошли этот этап, и теперь я не узнаю, каково это, потому что лично высшим уровнем это задание, к сожалению, недоступно. Также они сказали, что немножечко переделали и обновили именно гонку, которую проводит Барбара. Теперь они полностью соответствуют визуальному стилю игры. И да, сама Барбара тоже преобразилась, и от нее просто глаз не отвести. Это мы проверять не будем. Можете проверить сами, так как она стоит в Морланде. Итак, давайте же проверим первые информации, связанные с переносом лошадок. Мы уже видим Андалуза, и мы уже видим тех самых Лузитан. Ну что ж, это очень хорошо. Меня радует, что вот эти самые старенькие лошадки третьего поколения теперь тоже стали общедоступными не только на время ивента или же фестиваля конового спорта. Но это значит, что в будущем там будет еще больше крутых и классных лошадок. А вот и наша новая звезда. Французский сель Пегой, Вороной Пегой Масти. И он прекрасен, я хочу с ним жить. Вы посмотрите, какой он красивый. Обожаю сочетание Вороной и Белой Масти. Ну, светло-серой в Пегости. Именно желательно крупными пятнами. Он действительно похож, как будто бы сын либо светло-серой в гречку, плюс вот этот Вороной, либо же светло-серый, чисто светло-серый бельгиец и опять же вот эта вот Вороная лошадь. Ну, согласитесь, как будто бы реально сынулька такой выходит. Ну, или же дочерка. Очень симпатичная отметина. Прекрасно выглядят сами большие отметины, как будто бы такие кляксы крупные. И также есть несколько маленьких пятнышек. Никаких сюрпризов-серкретиков в виде сердец я пока не наблюдаю, но, может быть, на пузике что-то и есть. Хотя, судя по всему, ничего там и нет. Очень классная лошадка. Мне она безумно понравилась. Хочу на самом деле приобрести ее в конюшню. Да, у меня бы это была кобыла, обновленная версия моей тракененской кобылы, которую я очень сильно когда-то любила и хотела брать ее в конкур. Но так как на тракененов забили, почему бы и не обновиться? В общем, не знаю, буду думать. Кроме французского селя нам добавили еще двух лошадок. Это вот такую вот красивейшую мышастую, наверное, масть Орденца. Изначально мы видели один спойлер, который был очень похож по масте на солового Хафлингера, то бишь посветлее, чем вот этот Орденец. Но это оказалась, видимо, шутка. Не знаю, не от разработчиков или нет. И в итоге нам выпустили вот такого вот коня, такую лошадочку. Ну, не знаю, на вкус и цвет. Меня лично она не заинтересовала. А вот, к примеру, следующий товарищ очень даже заинтересовал. На Ренчо Старщайна была добавлена еще одна масть Мустанга. И вот он очень красивый. Посмотрите. Разработчики слишком сильно полюбили вот эту градиентную гриву. Она у нас есть и у Теннисица, и у Моргана. По-моему, уже три... Нет, четыре, наверное, вообще суммем лошадки. У нас еще Орденец же есть с таким вот градиентом. Четыре лошадки с таким эффектом. Мне кажется, как-то слишком многовато. Но, тем не менее, масть Мустанга получилась очень красивой. Мне она безумно нравится, прям очень сильно. Может быть, когда-нибудь я его куплю к себе в коллекцию, потому что после нежно-солового Мустанга этот у меня стоит, наверное, все-таки на первом месте. И если бы изначально его добавили в игру, он был бы моим первым и единственным Мустангом на долгое время. Ну, напоминаю, почему сейчас, кстати, будет очень резкое сокращение покупок лошади на канале. Абсолютно все мои аккаунты. У нас до сих пор не подчинился донат Старайдеры. По-моему, нет, даже СК конкретно, Старкоинсы. Мы не сможем пока что покупать в том объеме, в котором покупали последние несколько месяцев. То есть пак на 10 тысяч СК пока что машет мне рукой где-то за горизонтом. Это очень грустно. Благо, я успела закупиться. Но все равно. Я бы хотела по максимуму сэкономить эти деньги и сохранить их вплоть до конца следующего года, если ситуация не изменится. Ну, а там посмотрим. Придется унять все свои хотелки и сократить количество покупаемых вещей. Последние траты, которые я сделала, это покупка вот этих вот сапожек, рейдингота и штанишек с фестиваля конного спорта, которые я смогла сделать сегодня утром. Потому что я очень сильно захотела их купить, и мне прям очень сильно нравится оттенок данной рубашечки. Так что все, садимся на СКшную диету и по максимуму стараемся копить наши запасы. Ну, а на следующей неделе на Ранчо Старщайна начинаются ковбойские гонки. Так что доставайте вестинские седла и ковбойские шляпы. Ладно, что-то я немножечко загрустила на эту тему, но просто согласитесь, это очень грустная информация и очень грустная тема. Почему бы не погрустить нам на нее вместе? Ну ладно, в принципе на этом все. Обновление подошло к концу, и я с вами прощаюсь. Напоминаю, что магазинчик стикеров находится в группе ВКонтакте, и ссылку вы можете найти в описании. Там я постараюсь порадовать вас стикерпаками, связанными с ССО. Я только начала это дело, и пока что их достаточно мало. Но в будущем я надеюсь, что будут очень много разных стикерпаков и стикеров с лошадками, с скелетиками, моими манфолами, пегасиками и разными отсылочками, связанными с лошадками. Ну а также в разных стилях. От скриншотного типа до диджитала. Так что я надеюсь, вам может там что-нибудь понравиться, и вы сможете поддержать меня в этом новом интересном проекте. Ну а на этом все, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем видео. Что-то я под конец этого видео какой-то на комментаторский голос перешла. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры Алексею Дубровскому!